Музыка 1921 год. Улицу Воскресенскую, ныне мира, переименовывают в Советскую. Сразу после на центральной улице города начинается активная застройка. На месте дореволюционных зданий строятся многоэтажки в стиле советского конструктивизма с целью изменить акценты. В этот период на улице Мира появился пятиэтажный дом работников края исполкома, здание Дома связи и Сибирский лесотехнический институт. Первое высшее учебное заведение Красноярского края. До конца 40-х годов это здание находилось просто в кирпичном исполнении. Но это понятно, была война, поэтому закончить отделку его полностью, как и было запланировано, не представлялось возможно. В конце 40-х годов здание было полностью оштукатурено. И вот построено оно в стиле конструктивизма. А вот после того, как приобрело оштукатуренную отделку, она выполнена уже в стиле неоклассицизма. Благодаря этому в центре города начала развиваться инфраструктура. Власти запустили маршрутный автобус и уложили асфальт. Сибирский лесотехнический институт, ныне Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнёва, занимает целый квартал. В сентябре 1930 года за парты первого вуза в Красноярском крае сели полторы тысячи человек. Руслан подает документы только на один факультет. ЕГЭ сдал хорошо, уверен, поступит на бюджет. Я сдавал русскую математику и физику, сдал на 200 баллов. Ну там плюс ещё за золотую медаль 10 баллов, вышло 210. Ну и рассматривал между нефтегазовой промышленностью и лесопромышленным делом. Ну так как край лесной, всё-таки выбрал лесоинженерный факультет. Несколько лет и, возможно, Руслан встанет в один ряд с известными выпускниками, экс-главой Красноярска Петром Пимашковым, общественным деятелем Татьяной Володкевич, спортсменами Евгением Устюговым и Александром Тридьяковым. Два года назад Технологический институт объединился с аэрокосмическим, создав опорный СИПГУ. С ностальгией о студенчестве Дмитрий Дичков и Артём Иванов.